Сильнейших определяли среди пограничников, росгвардейцев, а также солдат, служащих в железнодорожных войсках и войсках ПВО. Солдаты, проходящие в Сочи срочную службу, соревновались в подтягивании, беге и эстафетах. Как оказалось, со спортом дружат все участники соревнований. В воинских частях активно развивают систему физподготовки. У них, естественно, утренняя зарядка обязательно, у них обязательные кроссы, у них обязательное подтягивание, метание гранаты, стрельба. То есть все то, что входит в комплекс готов труду и обороны страны. А здесь они уже соревнуются, как же они выглядят на уровне своих соперников из других воинских частей. Спорт в армии на одном из первых мест по досугу. Кстати, за него доплачивают контрактникам, срочники выезжают на соревнования. Каждое утро солдаты делают зарядку, а каждое воскресенье проводятся спортивно-массовые мероприятия. Для начала это проверка самого себя, а вот потом уже идет как и рейтинг части. Рад, что здесь так часто проводится, уже третий раз выезжаю на спортивные мероприятия. Хоть я и тут два месяца всего лишь. Всю жизнь занимался кикбоксингом, боксом, бегом. Вот тут буду выступать на 100 метров, как бы быстро бегаю. Хочу проверить себя, давно не бегал. И, ну, как получится, выступлю. Хочу порадовать свою часть, своих командиров. В итоге росгвардейцы из воинской части 3662 порадовали своих командиров серебряными медалями. Золото у пограничников. Это воинская часть 2396. Третье место заняли железнодорожники из воинской части 98544. Завтра такое же соревнование, посвященное Дню защитника Отечества, первая спортшкола проведет среди сочинских школьников. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.